МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». Православный мир встретил о Рождество Христово. В храмах совершались незабываемые по своей благодати и красоте ночные богослужения. Рождественское убранство в виде украшенных еловых ветвей, как символ вечной жизни, создавало особое настроение. В центре храма стоял вертеп, где лежал младенец Христос. Сам Бог пришел на землю, и сотни брянцев спешили поклониться Ему и прославить этот великий в истории день Рождество Христово. Для меня это больше, чем праздник. Это семья, это внутренняя вера. Вот меня сюда подсылала душа. Мне захотелось сегодня быть здесь. Я пришла сюда с папой, с двумя младшими братьями, с двумя подругами, потому что этот праздник очень важен. И я считаю, что его нужно отмечать с близкими людьми и обязательно в храме. В этот праздник чувствуешь как бы легкое такое чувство. Хочется всем дарить только радости, добра. Всех в этот праздник хочется почему-то обнимать, потому что изнутри идет благодать Божия, которая ложится во время службы. Обязательно нужно побывать в этот день в храме, помолиться Богу, желательно причаститься, если есть такая возможность христовых танцев, потому что мы соединяемся с самим Богом. И в этот день торжествуется, надо и веселиться. Центром торжеств Брянской епархии стал Свято-Троицкий кафедральный собор. Ночную праздничную литургию возглавил митрополит Брянский Есевский Александр. ПЕСНЯ В святую ночь храм объединил всех – и пожилых людей, и молодежь, и семьи с детьми. Ведь веками из поколения в поколение передаются добрые традиции. ПЕСНЯ Мы учили своими старшими, с дедушками, особенно и бабушками, прорвать праздник Рождества Христова. Они учили нас, как постучаться в дверь к соседу, и как прославить родшего себе приеме Христа. И я помню, с какой радостью, уже в годы советской власти, это были примерно 1956-1957 годы, но удивительно, мы жили в одном из астраханских поселков, и нам не запрещали детям ходить рано утром, где-то в 4 в 5 часу утра по поселку, ходить в дома нас с радостью принимали, и позволяли нам, прочитатели пропеть, тропарь к празднику Рождества Христова. Делились с нами своими скромными дарами и гостинцами, от которых мы, конечно, дети, послевоенные дети, радовались и благодарили их. Рождественское богослужение посетили представители власти, главный федеральный инспектор по Брянской области поздравил брянцам с великим праздником. Всем детям, молившимся за ночной литургией, подарили рождественские сладости, а днем для ребят были организованы катания на лошадях. Рождественская акция проводится второй год по инициативе митрополита Александра. На площади кафедрального собора детей катали верхом на нарядных пони, ребят постарше, на больших лошадях. Приятной неожиданностью стала поездка в карете. В старинной русской прогулке с удовольствием поучаствовали и взрослые, и дети. Несмотря на бесснежную зиму, у всех было праздничное настроение. В течение трех часов на лошадях прокатилось около 500 детей. Мне очень понравились лошадки, подарки. А в первую очередь девочки причастились сегодня на службе. И большое спасибо за подарки, за лошадок, за пони. Все так здорово, за елку прекрасную. Еще за каретку. Очень прикольно было. С Рождеством Христовым. С доченькой покатались много раз на лошадках, получили подарки. Выражаем большую благодарность нашему владыке, преблагословеннейшему. Многое и благая лето всем. С праздником! В этот светлый праздник христиане спешат поделиться радостью о родившемся Спасителе с другими людьми. И прежде всего с теми, кто болеет или находится в заключении. В день Рождества Христового митрополит Александр по традиции посетил маленьких пациентов детского онкоцентра. Ого! Ой, какая прелесть! Спасибо! Очень понравилось. Вместе с директором благотворительного фонда «Ванечка» Ириной Цыганковой владыка побывал в палатах детей и вручил им подарки. Архиерей пообщался с родителями. В основном в боксах находятся мамы. Поинтересовался самочувствием детей. Каждому сказал утешительное слово и призвал не унывать, а найти в себе силы, чтобы бороться с болезнью и стараться как можно больше молиться. А вы учитесь молиться. Да. Надо с Богом в беседах учиться. Он слышит всех. Особенно тех, кто нуждается в его помощи. А мы нуждаемся в его помощи. Хорошо? Да, спасибо. Да, и ребеночек, конечно, окружите внимание, потому что, ну, вот видите, всякое бывает в принципе. Всем детям владыка зачитал поздравления от воспитанников Клетнянской школы-интерната. Подростки смастерили красивые открытки для онкобольных детей и написали им воодушевляющие слова. Дорогой друг, поздравляем тебя с Рождеством. Желаем тебе всего наилучшего. Ну и, конечно, скорейшего выздоровления желаем. Главное, помни, любая болезнь не приговор. Просто каждое утро просыпайся с мыслью, что ты сильнее ее. В том, что ты сильный, сильная, я уверен. Поэтому, чтобы ты не сдавался, мы вместе с тобой. Ученик 10-го класса, казначей Александр. Видишь, какое послание. Так что все переживают, вся брянщина переживает. И все желают здоровья. А здоровье – это дар Божий. Так что мама будет молиться и просить у Господа, чтобы он вернул Ксюше здоровье, укрепил ее. Хорошо? Потому что у нее впереди вся жизнь. Дети с радостью принимали рождественские поздравления и вместе с родителями поделились ответной радостью. Подарили митрополиту Александру самодельные елочные шары. Владыка благословил маленьких пациентов и пожелал им как можно быстрее пойти на поправку. Глава Брянской епархии также поздравил с Рождеством Христом и медицинских работников, поблагодарив за непростой, но очень важный труд. У нас очень зависит от выздоровления детей. Потому что они смотрят на ваши лица. Если у вас лица такие скорбные, то, конечно, и дети как-то теряются, скажем. И не настраивается на выздоровление. А когда вы относительно веселые, то у детишки как-то, у них типа затерплится надежда, появляется надежда на то, что они выздоровели. И мы будем на это надеяться, и об этом будем молиться. В праздник Рождества Христова митрополит Александр посетил Брянскую воспитательную колонию. В храме во имя святителя Филарета Московского на территории исправительного учреждения архиерей встретился с воспитанниками. Вы сейчас находитесь в особых условиях, в сложных условиях. И хотелось бы вам пожелать, чтобы вы учились мыслить, учились думать о смысле жизни. Потому что перед вами вся жизнь. Конечно, нужно выучиться, приобрести какую-то профессию, которая вам по душе, по сердцу. Потому что если человек выбирает профессию не по душе, то он в своей работе тяготится и выполняет ее непрофессионально, некачественно. И мы это видим в окружающей нас действительности. Всем воспитанникам архиерей вручил рождественские подарки и благословил ребят. Вечером в праздничный день владыка молился вместе с брянским духовенством в Кафедральном соборе. ПЕСНЯ 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 Слава Богу! От лица духовенства с Рождеством Христом Владыку Александра поздравил секретарь епархии, фратерей Павел Чекалин. Это праздник радости, любви. И мы, как в это номинование этого сегодня, собрались в собор в этот святой вечер, для того, чтобы вместе с вами, своим отцом и архипастырем, прославить родившегося Христа Бога нашего, который родился ради нашего спасения. Разрешите, дорогой Владыка, от себя лично и от духовенства Брянской епархии поздравить вас в этом величайшем празднике. И пожелать вам, чтобы родившийся Господь даровал вам здравия, благодетствия, силы к несению вашего столь нелегкого архипастовского служения. И в знак нашей сыновней любви к вам примите, Владыка, от нас дар, вот эти принадлежности, и кири, и кири принадлежности архипистского подослужения и беда кузнец святого. И всплывайте. Рождественский вечер. Глава Брянской митрополии вручил подарки участникам акции «Дари радость на Рождество» тяжелобольным детям, малообеспеченным и многодетным семьям. Одиноким пожилым людям, инвалидам. Акция была организована епархиальным отделом церковной благотворительности и социального служения. Сбор подарков продолжался в течение всего рождественского поста. И каждый желающий мог сотворить чудо, осуществить детскую мечту или приобрести самое необходимое для нуждающихся людей. Теплые вещи, продуктовые наборы, прогулочные коляски, билеты в цирк, игрушки, коньки. Список обширный. Подарки покупали прихожане Брянских храмов, отзывчивые люди и благотворители. С их помощью радость на Рождество подарили 60 семьям, сделав для них праздник светлее и добрее. Нам с моей семьей, маме позвонили, помогает многодетным синим батюшка из церкви. И вот сегодня сказали прийти, получать, поучаствовать, прийти посмотреть. И вот мы с отцом пришли. Просили там что-то, одежду, еду тоже. И все, в принципе. Ну, самое необходимое, что нужно, да. Очень приятно то, что, да, на самое Рождество такие подарки дарит людям. Очень даже приятно. У нас тяжелая жизненная ситуация. Я являюсь сиротой. Муж мой инвалид, у него ранение сердца. Ребенок болеет. Мы ездили в Москву, были в двух институтах в Москве, но там даже в Москве профессора не могут ребенку поставить диагноз. Группу инвалидности ребенку не дают. Я вынуждена быть дома, не могу устроиться ни на работу, никуда. Находимся без средств к существованию. Обратились в соцзащиту в комплексный центр Велодарского района. И вот нас пригласили. Мы верующая семья, много дома икон. Попросили иконостас, вот уголок, чтобы поставить иконки. И ребенку постельное белье. Спасибо огромное. Искренне всего славить родившегося Христа умеют дети. Насладиться их творчеством, стихами, песнями, сценками можно было на епархиальном фестивале воскресных школ «Рождественская звезда». Фестиваль проходил уже в восьмой раз и собрал не только постоянных участников, воспитанников воскресных школ, но и гостей. Православный хор «Благовец» Снежка гимназии Брянского района и ребята из детской школы искусств у города Карачево. Сон опередит, тающий закат. Пусть не улетит, весь твой детский страх. Кружево пикнить, слезки как разок. Смолкнет, шепотить, сын на небесах. От имени митрополита Александра с Рождеством Христом всех собравшихся поздравил секретарь Брянской епархии протеерей Павел Чекалин и вручил детям сладкие подарки. Святые дни продлятся до крещения Господня. И все это время христиане с особой радостью славят родившегося в Вифлееме Спасителя, поют рождественские песни, навещают родных и друзей, совершают дела милосердия. Пусть радость праздника Рождества Христова призаминно пребывает в ваших верующих сердцах. Не наслаждайтесь в одиночку этой радости, но старайтесь поделиться этой радостью с окружающими нас людьми. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, спасибо, что были с нами. До новых встреч. Да хранит вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова